Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Я, конечно, хотела намного раньше выйти к вам с новым видео, но у меня случился форс-мажор. Я тут на днях дегустировала арбузик, ну как, с утра до вечера лопала арбузик, и у меня приключилась аллергия. Вот, я тут чихалась, чесалась, сопливилась всё это время, и, в общем, мне было страшно некогда записывать. Ну, как некогда, просто некомфортно, да, когда ты чихаешь каждые, там, 3 минуты, и утираешь свои сопли. Ну, в общем, не суть. Сегодня будет обзор, небольшой обзорчик покупчик моих для дома из магазина, который похож на наш российский фикс прайс, что-то типа этого, только корейская версия. Покажу, что купила, и расскажу, какие тут цены в магазинах такого плана. И ещё недавно снимала рецепт, который нашла в интернете, решила попробовать, и решила так, что если мне понравится, я с вами поделюсь. Не понравится, не буду, в общем-то, выкладывать это, поэтому мне понравилось, буду выкладывать рецепт из капустки. В общем, такой простой, но очень вкусный. Ну, короче, всё по порядку. Сначала, так, сначала не дёргаем гирлянду. Дети, начинается, начинается, смотрите, скукуны мои, выспались, днём выдрыхлись. Так, поехали. Начнём с того, что расскажу, что за магазин. Магазин называется DICE, типа нашего фикс прайса. Тут товары по цене от 500 до 5000 вон. Это примерно в рублях от 30 до 300 рублей, что, ну, просто, ну, очень недорого по меркам Кореи. Давайте приступим к обзору. Итак, что я купила, вот такой вот коврик, где тут вверх и вниз, где вверх и вниз, вот такой вот ковричик. Он, правда, уже зачесался куда-то не в ту сторону. В общем, мягкий такой, размер 40 на 90, 90 на 40. Это по максимально высокой цене, которая есть в этом магазине, 5000, это где-то 300 рублей наших. Вот, если курс опять там не скакал, а вот такой вот, что там, как-то не очень в кадре смотрит. В общем, приятный такой на ощупь, как плюшевый. Я его собираюсь постелить на, в общем, перед дверью в душевую у мужа. Вот, у него такая привычка, он выходит из душ, у него слегка-таки влажноватые ноги. Он бросает на пол полотенце, вытирает, и полотенце валяется на полу. То есть, и он даже не думает поднимать. Это такая вредная привычка. И чем больше дней проходит, тем больше будет полотенец валяться под дверью в душ. Вот такая вот печальная история. Я ему уже покупала коврик, сейчас я покажу. Но ему не подошел, он начал жаловаться. Типа с него какие-то, знаете, катышки налипают, якобы ему на ноги. Я сказала, ну катышки, ничего страшного, я куплю тебе другой, а этот заберу себе. Этот, это вот этот вот. Смотрите. Вот такой вот мягенький, хорошенький. Я его на днях выстирала, посушила на ерадочке. Прекрасный такой вот полочек, чудесный. Так, дальше, дальше. Вот такой контейнер. Это я позже вам покажу. Вот такой вот контейнер. Так, я, мне кажется, опять хочу чихать. Что же это такое? Прикиньте, кто-то вперед резко перемотает это видео и потом будут писать в комментариях, кто знает, почему она плакала. Я просто хотела чихать. Так, купила себе вот такой вот простецкий ершик. Цена тысяча в наших деньгах. Это 60 рублей. У нас с мужем раздельные душевые комнаты, туалеты раздельные. В общем, очень удобно, кстати. Пусть он там хоть и хотизил и вязнет, а у меня чист. Ну, шутка, я у него, конечно же, прибираюсь время от времени. Не такая уж я стерва, не подумайте. Это я просто чувствую юмор, у меня такой. Вот я себе купила, потому что мне надоело бегать к нему, брать. Лучше у меня свой, пусть стоит. 60 рублей, небольшие деньги. Вот такую штучку хотела себе давно. Это даже нельзя, как ее назвать. Ну, в общем, после душа заместитель полотенца, заменитель полотенца. Полотенчик, оно же имеет свойство там что-то спадать, куда-то сползать. А это вот такая вот, опять хочу чихать, вот такая вот замечательная штука. Смотрите, она на резиночку. Она на кнопочках. Только думала, что прошла моя аллергия, не прошла, но чертах. Вот. Как бы раскрыть, посмотреть всю длину. 70 сантиметров длина. Цена 300 рублей. Вот, вот такая. Интересно, до какого места это мне будет? До какого места? О, нормальный. Такой хороший запах. То есть он полностью от края до края прям все запахивается. Не будет нигде ничего проглядывать. Мягкая такая ткань, похожая на тоненькое махровое полотенчико. Растетку. Ну, хотела розовый, а розовых все не было в продаже. Как исчезли они, так и все. Остались одни бежевые. Поэтому купила вот такой бежевый. Пусть будет бежевая. Так, постираю, еще не буду пользоваться. Вот такая вот мочалочка хозяйственного предназначения. Это не для тела. Это из хозяйственного отдела. Тысяча. Это 60 рублей. Вот она из какой-то синтетики сделана. Что-то как-то бледно в кадре смотрите. Чуть-чуть поярче в жизни. Я ее купила для своих, значит, хозяйственных нужд. Тоже убираться в ванной комнате. Потому что тут, к счастью, особо такой проблемы, знаете, как известковый налет я пока не обстречаю. Единственное, что приходится вытирать там с мойки, это налет от мыла, который со временем там нарастает. Как будто мыльный налет. И вот вытереть мыльный налет и повесить на петельку. Так, чтобы повесить, я купила крючки. Крючки мне нужны не только для того, чтобы повесить свою мочалку вот эту хозяйственную, но и на кухне у меня полотенце давно. На дверях у меня постоянно висит, с той стороны, на ручке. Нет крючков, понимаете? Нет мужчины, то мне какой-то крючок прикрутить. Вот купила такие крючки на липучке. Полтора килограмма выдерживает. Такие вот жирафики. По 60 рублей. Одна штучка 30 рублей. Комплект из двух штучек 60 рублей. Крючочек на липучке. Такой металлический. Дальше мочалка. Это не мне, это мужу. 60 рублей. Такая, знаете, длинная. Но разворачивать не буду. Оставлю ему, пусть он разворачивает. Я люблю такие мочалки, тоненькие, хорошо скребут. Я их редко меняю. За ними очень легко ухаживать. Они легко простирываются. Главное их расправлять, чтобы они хорошо просыхали и не плесневели. И все. Можно пользоваться вечностью. Но если, конечно, часто менять, это всю психологию можно засрать. Далее. Вот такое вот мыло для стирочки. Мыло для стирочки. 30 рублей мыло для стирочки. Я сейчас еще пользуюсь другим. Чуть подороже. За 60 рублей мыло у меня есть. Оно на основе соды. Оно без запаха. Сейчас из своей беременности я стала такая, знаете, ну что ли, стремлюсь к большей экологичности. Потому что я приехала сюда, и тут у мужа все с запахом. Порошки, кондиционеры для белья. Я это особо в России как бы не использовала. Как вы знаете, кто давно меня смотрит. Я все со своим мылом, да, вот этим гипоаллергенными порошками. Дешевенькими детскими. И тут вот тоже сейчас уже решила переходить на мыло. На что-то такое нейтральное. Что не оставляет запаха, хорошо простирывает. Но вот это мыльце кажется немножко запахом. Если память мне не изменяет, я его последний раз покупала в прошлом году. Да. А вот то, которое на основе соды, я его уже вскрыла, уже использую. Оно без запаха. Так, что еще у меня есть из старых покупок? Из этого же магазина 2000. Это гель увлажняющий. В рублях это сколько? На 120 рублей. Такой популярный увлажняющий гель на основе алоэ. Смотрите, как мало осталось, быстро и зарасходовался, хотя недавно покупала. Теперь я понимаю, почему вот эти гели продают вот такими большими банками. Потому что они очень быстро расходуются. Катастрофически быстро. Так, алоэ вера увлажняющий гель универсальный для лица, тела, рук и волос. Запах нейтральный. Немного напоминает огуречный лосьон. Запах. Вот этот старый наш какой-то советский и постсоветский огуречный лосьон. Так, две зубных пасты купила себе. Сможем мы даже отдельно ее пользуемся. Он любитель таких ядреных, очень таких мятных паст. Я что-то люблю по нейтральней. Паста 60 рублей. Такая вот. И вот такая детская. Тоже 60 рублей. Сейчас я пользуюсь и детской, и такой вот взрослой. Это бамбуковая соль называется паста. Это просто детская. Она с таким, знаете, каким-то... Ну, тут отдушка есть, но по итогу, когда долго чистишь, привкус соды какой-то во рту. Такая. Не особо химозная. Мне сейчас не нравится химозный. А вот такой корм я часто покупаю котам. Посмотрите. Это местного корейского производства корм. Я как-то его вскрывала и показывала в одном из своих видео. Там прям вот рыбка. Это тунец курочка. Там прям рыбка такая, как вилочка размятая. Сверху слою такое вот белого куриного мяска. Вся баночка плотно забита. То есть очень хороший корм. Единственное, я стараюсь часто рыбный не давать. Но вот это очень хороший. То есть видно, что натуральный. Его прям самому хочется на чёрный хлебушек намазать и скушать. Так, ещё я купила вот такой контейнер. Контейнер, такая деловая контейнера. Я купила контейнер. Всё. Не видно меня, да, теперь? Это сейчас продают для заготовки кимчи. Сейчас сезон заготовки этой капусты. Это пищевой контейнер на 16 литров. Но не пищевой. Он стоит 300 рублей. Не пищевой тоже стоит 300 рублей. Поэтому я выбрала просто такой тёмный. Мне нужен не для кимчи. Для кимчи у нас полно контейнеров. И мы уже наготовили кимчи, заготовили. Вот. Это для порошка. Я хочу присыпать сюда порошок. Потому что мой муж когда использует свой порошок для стирки, он его всё время просыпает на пол. Из-за этого. Из пакета, из вот этого. Пусть черпает из контейнера. Вот. Конечно, я когда умудряюсь его опередить в плане стирки, я сама насыпаю порошок, загружаю стирку, стираю. Но иногда он бывает прыткий. Там, знаете, станет рано по утрам в выходной день, когда я сплю и начинаю там хозяйством заниматься. Вот. Итак, всем огромное спасибо за внимание. Не забывайте лайки, поддерживать мой канал. А ещё вот такую помадку Неве я покупала. Ну, чё-то не помню сколько. Мне показалось дороговато. В следующий раз не куплю. И расходовать буду до конца, конечно же. Вот такая вот она. Это просто гигиеническая. Цвет такой чисто символический. Особо нет цвета. Слегка. 180 она что ли стоила? Или 120? Ну, короче, и в следующий раз я не куплю. Нет. Что-нибудь такое, знаете, с другим ароматом. Не клубничную точно. Итак, сегодня я снова пробую рецепт из интернета. Сегодня у нас будут котлетки из капусты или капустные оладушки. Для этого нужно было отварить капусту крупно нарезанную, ну, как крупно, вот так нарезанную, белокочанную. В течение пяти минут после закипания воды я отварила. Так, теперь нужно будет нам слить водичку. Подготовила ситечка. И какие ещё ингредиенты нам понадобятся? Понадобится лук, ну, у меня луковица огромная, я возьму часть луковицы, зубчик чеснока, можно немножко зелени для красоты, а можно и без зелени. И яйцо и мука нам понадобится. Давайте приступим к приготовлению. Итак, всё почти готово. Я отжала воду из капусты, я выложила сюда уже наш обжаренный репчатый лук, мелко нарубленный зелёный лук. Чеснок и яйцо. Теперь нужно всё это перемешать, посолить, поперчить и добавить муку. И так, я всё перемешала, всё готово. Теперь лепим котлетки руками, формуем котлеточки. Я уже подготовила сковородку. На сковородку мы, не жалея, щедро добавим растительное масло. И будем сразу лепить и сразу же обжаривать. Хотя вы можете сначала налепить, потом всё обжаривать. Ну что, я готова к дегустации. Я взяла кусочек домашнего хлебушка, две котлетки. Они такие жирноватенькие получились, помидорки. И сделала себе вот такой вот соус майонезный. Берётся немножко майонеза. Раздавливаем зубчик чеснока и добавляем ложечку молока. Всё это перемешиваем. Можно зеленюшку добавить. Вот такая вот вкусняшка. Сейчас будем пробовать.